Во имя Отца и Сына и Святаго Буха, возлюбленные о Господе, братья и сестры, в сегодняшнем евангельском чтении Господь обращается к каждому из нас со следующими словами. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец наш не простит вам согрешений ваших». «Так же, когда поститесь, не будьте унылыми, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся». «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». «А ты, говорит Господь, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайне, воздаст тебе яблок. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, так будет и сердце ваше». Заканчивается сегодняшнее евангельское чтение этими словами. Мы видим, что Господь Бог, Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы раскрыть внутренний смысл всех десяти заповедей всего ветхозаветного закона. Что если человек следует заповедям блаженства, то он не сможет просто дойти до тех преступлений, которые десять заповедей воспроняют. И здесь мы тоже видим, что Господь обращается к церковникам своего времени, к нам с вами, братья и сестры, с людям, которые старались, думали о своем спасении, думали о том, как исполнить все, что положено. И Он им раскрывает внутреннюю суть, внутренний смысл внешних действий. В данном случае Он говорит о посте. И здесь мы видим три аспекта, три момента, которые Господь указывает. Первое, Господь говорит о сокровище. И мы сегодня, Бухтас, будем спрашивать прощения. И почему это нужно, кому это нужно? Это прежде всего нам с вами нужно, каждому из нас. Потому что эти моменты, эти обиды, это самолюбие, которое у нас есть, это наше сокровище. Это то, что нам не дает быть свободными. Потому что Господь Иисус Христос, Его учение, оно делает человека абсолютно свободным. А наше пристрастие, то, что нам дорого, нам этому мешает. Поэтому мы и спрашиваем прощения тоже, чтобы освободиться, чтобы не быть связанными какими-то своими моментами, а с тем, чтобы можно было сконцентрироваться на том, на что важно. И наша жизнь тоже, братья и сестры, таким образом устроится лучше. Потому что у нас не будет много внимания уходить на то, кто нам причинил боль или кто нас обидел. И просто, когда мы будем стараться на это меньше обращать внимания. И это, к чему мы призываемся этим постом. Бывает, что нам тяжело простить. Мы не можем просто это сделать. Мы даже, может быть, к человеку не можем подойти из-за какой-то ситуации. Но, по крайней мере, помолиться, по крайней мере, какой-то шаг сделать в этом направлении, каждый из нас все-таки может. И Господь указывает, что это необходимо для того, чтобы Бог бы нас простил. Потому что Богу мы ничего не можем сделать. Но, делая себе что-то, мы тоже делаем то, что Он от нас хочет. Потому что Он хочет, чтобы мы были лучше. Он хочет нам добра. Другой момент, на котором сегодняшнее евангельское чтение останавливается, это момент милостыни. Что мы сейчас с вами молились за божественное литургию. И литургию в переводе с греческого означает «общее дело». Но другая часть, которую хорошо знали и древние христиане, это то, что именно помощь другим, помощь ближним, помощь тем, кому мы можем оказать ее. И это тоже есть литургия, это тоже есть общее дело, чтобы стараться по возможности оказать кому-то помощь. И наш замечательный русский историк Василий Осипович Ключевский, он такие слова говорит про древнюю Русь, что именно на Руси у многих, у многих было понимание такое, что нищий богатым питается, а богатый молитвами нищего спасается. Это все один христианский народ. И на Руси тоже люди понимали, что нужна эпитемия для прощения грехов. И часто священник он давал такую эпитемию, чтобы кто-то помог бы кому-то, кто может быть в тяжелых обстоятельствах. Это не везде было, но такое имело место в верности. Другой момент, это вид наш, на который Господь обращает внимание, что когда мы постимся, мы делаем это для себя, и делаем это из любви к Богу. Поэтому здесь можно, так сказать, некий треугольник определить, что спасение происходит между Богом, между священником и нами. А другие люди, они, как бы сказать, не должны видеть то, что мы совершаем какие-то подвиги, что мы на первой седмице, как мы постимся, как мы вкушаем. И это дело именно делается ради нашей души, как бы сокровенно. И тоже, братья и сестры, сегодня Церковь наша совершает память нашего третьего патриарха, святителя Ермогена. Святитель Ермоген, он был, жил в конце 16 века. И он находился, так сказать, на русском Дальнем Западе, на новоосвоенных землях в Казани, где только-только была установлена русская власть. И святитель Ермоген был со священником, он овдовел, и он потрудился над тем, чтобы были прославлены православные христиане, и некоторые из них были татары крещеные, которые приняли мученического за исповедание православной веры. И при нем как раз была явлена великая наша святыня Русской Церкви, Казанская икона Пресвятой Богородицы. Как раз девочка Матрона, которая ее брела, она была как раз при его жизни, он когда священствовал. Патриаршествовал он всего 6 лет, и можно сказать, что это небольшой срок, и он неизвестен какими-то именно учреждениями, какими-то административными трудами, но он известен тем, что как бы у него в руках была душа русской земли. Из чего это было видно? Что когда он стал патриархом, то в России власть полностью девальвировалась. Потому что род Рюриковичей пресекся, законного нового рода не было, это единственная династия, которая его узнала, и из-за этого была большая смута. И бояре, чтобы это как-то исправить, они решили заключить пакт с польским королем Сигизмундом, чтобы тот дал бы на русский престол своего сына, царевича Владислава. И боярам нравилось, чтобы было устройство, как в Польше, где заключался договор с королем, и аристократия имела большую власть. Но патриарх Гермогер, он увидел в этом большую опасность для своего народа. И он категорически отказался это благословить. И он вызвал гнев у бояр, так сказать, у семи главенствующих бояр, называвшихся семи боярщиной в народе. Но он ничего не делал, не отказывался что-либо сделать, чтобы как-то это легитимизировать, чтобы как-то это осветить. И вот в этом он именно показал нам свою веру, он показал нам, что он Божий человек, что он руководствуется высшим интересом, а не какими-то сиюминутными, какими-то именно интересами своего времени, своего дня. И в этом он именно явил значение русской церкви для всего, что Русь восстала, и восстановилась государственность после всего этого. И в этом большая была его заслуга. И нам он указывает тоже пример человека веры и пример человека Божьего. И пусть он нам послужит примером нашей христианской жизни, в том, чтобы нам становиться лучшими христианами и видеться это, проявляется в отношении с нашими ближними. Аминь. Благословение Господне, на вас, Того благодатью человеколюбим, всегда, ныне и пресной, во веки, как Бог. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословение Господне, на вас, и да, ныне и пресной, во веки, как Бог. Аминь. Продолжение следует...